Молитвы Молитва Давида И когда он согрешил Давайте мы Если есть у вас Библия Можете открыть Это будет 12 глава Первая, то есть вторая книга царств 12 глава Я не знаю в английском Там по другому У них там у нас Как у нас получается Первая параллельбоменон, вторая параллельбоменон Потом первая царств, вторая царств У них там в английском языке Чуть по другому Ну, другие люди по другому мыслят Другие переводчики были Так, итак Я, если можно, дайте Значит, прежде чем мы начнем читать наш ключевой текст На котором мы остановимся Давайте, может быть, так Немножко истории, чтобы могли понимать вообще О чем идет речь Итак, 12 глава, первый стих Если можете дать там первый стих Дайте первый стих А потом переходим сразу в девятый И с девятого идем До какого там До двадцатого Первый стих И потом с девятого Потом сразу в девятый И потом дальше текст Итак, когда Давид решил, знаете, его грех Кто Библию читает То послал к нему Господь Нафана к Давиду То есть пророк такой был Нафан И тот пришел к нему И сказал ему В одном городе было два человека Один богатый, а другой бедный Ну и потом притча о том, что у одного богача было много овец А другой был очень бедный У него только одна овечка была Ну, Давид рассердился и сказал смерть этому человеку Он вынес приговор сам себе И пророк говорит Да ты тот человек И теперь переходим в девятый стих Ну, там он это все объясняет, пророк И в девятом стихе Он обращается к Давиду Говорит ему Зачем же ты пренебрег слово Господа Сделал зло пред очами его Урию хитиянина ты поразил мечом Жену его взял себе в жену А его ты убил мечом амманитян И так не отступит меч от дома твоего вовеки За то, что ты пренебрег меня И взял жену Урию хитиянина Чтобы она была тебе женой Так говорит Господь Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего И возьму жен твоих пред глазами твоими И отдам ближнему твоему И будет он спать с женами твоими пред этим солнцем Ты сделал тайно А я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем И сказал Давид Нафану Согрешил я пред Господом И сказал Нафан Давиду И Господь снял с тебя грех твой Ты не умрешь Вот за такие грехи полагалась смерть Побить его нужно было камнями Но как ты этим делом подал повод Врагам Господа хулить его То умрет родившийся у тебя сын И пошел Нафан в дом свой И поразил Господь дитя Которое родила жена Урии Давиду И оно заболело И вот наши ключевые стихи И молился Давид Богу о младенце Это 16 текст И постился Давид И уединившись провел ночь Лежа на земле И вошли к нему старейшины Дома его Чтобы поднять его с земли Но он не хотел И не ел с ними хлеба На седьмой день дитя умерло И слуги Давида Давидова Боялись донести ему Что умер младенец Ибо говорили они Когда дитя было еще живо И мы уговаривали его И он И он не слушался голоса нашего Как же, скажем, ему Умерло дитя Он сделает Что-нибудь худое Ну, эту историю, я думаю, все знаете Можете дома подробнее почитать Полностью всю главу Или до этого Откуда все это пошло Ну, друзья мои Вот в чем смелость молитвы была Давида Во-первых, здесь две молитвы Первая молитва это то, что Давид пошел Когда Господь объявил ему суд То Давид пошел И молился семь дней Постился Не ел Ничего там И молился о том Чтобы Господь помиловал Так мы читаем в этом тексте То есть, вот представляете Приходит пророк и говорит Зато твой грех Это явно у него был грех Бог произносит Суд тебе Ты Дитя, которое Родилась у тебя Оно умрет Все Дитя И явно было Тут уже никуда не денешься И вот Давид Он как бы не соглашается с этим Он идет И просит Господа Семь дней он в земле там ползает Вот И ночью, и днем И молится Чтобы Господь помиловал этого ребенка Ну, отменил как бы приговор свой Ну, и вот Когда Это все Он постился Молился И Господь Не ответил на его молитву То Вот дитя умерло И смотрите, что он сделал 12 стих И 20 И увидел Давид Что слуги его Перешептываются Между собой И спросил Давид Слух своих Умерло дитя И сказали Умерло Тогда Давид Встал с земли И умылся И помазался И переменил одежды свои И пошел в дом Господен И молился Возвративший же домой Потребовал, чтобы Подали ему хлеба И он ел Вот Интересный вот этот текст Что Вот мы на нем остановимся И порассуждаем о нем Что Человек молился Семь дней Какая дерзновенная У него была молитва То есть, чтобы Господь Отменил приговор Который он сказал Господь не отменил Господь был верен И потом он опять пошел Мы читаем В дом Божий То есть, это скиния была Давидова Которую же он же и построил Или сделал ее И он идет В эту скинию Ну, как у нас здесь Вписано Дом Божий И там молится Вот вопрос вот о чем Как вы думаете О чем Давид там молился Вот Первая молитва Это понятно Она открыта И ясна Чтобы Господь помиловал И чтобы ребенок не умр А вторая молитва Зачем она была Вот Ребенок уже умер Все И он идет И опять молится Вот Вот ваше Соображение Хотя здесь не написано О чем он молился Просто молился И все Попробуй И узнай О чем там он молился Вообще вот интересно Человек молился Один раз Бог не услышал Пошел молиться второй раз Как вы думаете О чем молился Ну, ваше соображение Чисто так Гипотетически Как говорят А? Не думали Вы знаете Я вот так немножко Подумал Я подумал Что у него была Дерзновенная молитва Ну, в оригинале Вообще написано Что он пошел И поклонился Господу То есть он поклонился То есть он пришел В эту скинию Там был ковчег Посередине И в этом Возле этого ковчега Он поклонился Господу И сказал Господи Ну, ты Ты, как говорится Ты прав всегда Но ты дай мне Возможно Он так молился Я так чисто Предполагаю Чтобы Господь дал ему Другого сына Дал ему сына Который был бы Которому Господь бы благоволил Почему? Потому что в контексте Дальше Если вы прочитаете Эту главу Там написано Что пророк пришел Когда у него Опять забеременела Его вот эта Новая жена Она забеременела И пророк пришел И сказал даже имя Какое имя Должно быть У этого новорожденного Ну, Соломон Он назывался Но Господь дал Ему еще одно имя Вот Мы читаем Это в 24 стихе Этой же главы И утешил Давид Версавию Жену свою И вошел к ней И спал с нею И она родила сына И нарекла ему Имя Соломон И Господь Возлюбил его И послал пророка Нафана Тот же самый пророк Пришел И он нарек ему Имя Иедидия По слову Господа Ну, перевод Здесь такая ссылка Есть внизу Что это имя Иедидия Его еще и произносить Очень трудно Нам Не евреям И, видимо Имя легко это было Произносить Потому что это был Родной язык Их Переводя на русский язык Означает Любимый Возлюбленный Господом Господь его возлюбил Ну, точно так Как и мы С вами Вот если вы знаете Что у нас тоже Есть имя такое Или может Титул Не то чтобы имя Возлюбленные Господом Повторяется Наверное Десятки раз В Новом Завете Возлюбленные Поэтому Вот И Господь его возлюбил И у него такое было имя Ну, я хочу Возвратиться К этому тексту Который мы Значит Вот Как бы Основной наш Это Девятнадцатый И двадцатый Стихи Где написано И сказали ему Что дитя умерло Тогда Давид Встал из земли И умылся И помазался И переменил одежды Свои И пошел в дом Господень И там молился То есть поклонился Богу И возможно Я так предполагаю Он молился О новом сыне То есть о другом Чтобы родился Другой сын Который был бы Вот Приемлем для Господа Для всех Вполне может Такое быть И поклонился Там Господу И так вот Мы остановимся На этом стихе Где на этом выражении На этом предложении Даже И встал Давид С земли И так дальше Вы знаете Я вот размышляю Читая этот текст Вот что увидел Что здесь Знаете Есть некая такая Подготовка Вот этой К молитве К молитве поклонения Потому что В оригинале Сказано Он пошел И поклонился В Скини Вот Как подготовиться К тому Чтобы поклониться Богу Вот Знаете И вот здесь Я вижу Здесь Есть таких Пять Ну если так Как мы говорим Последовательных Таких шагов Они одна за одним Идут Хотя это Было в буквальном Смысле Вот так как Вы знаете Что в Библии Все что написано Прежде Оно написано Кому На Для чего Чтобы мы Чтобы мы получали Надежда в нас Чтобы не ослабевала И мы получали Утишей Итак Давайте Посмотрим Вот эти Последовательные Такие шаги Такой степ Как говорится Бай степ Как он пришел К поклонению Потому что Написано в Писании Чтобы мы поклонялись Богу В духе и в истине Вот как он В эту истину Погружался Итак Смотрите Первое Что он сделал В этом тексте Написано Тогда Давид Встал С земли Ну представляете Себе У него буквально Это было То есть он Прямо по земле Ползал Песок там Был грязь Возможно Пыль какая-то И он был Весь Весь в этой пыли В грязи Потому что он молился Он и плакал Просил Господа И слезы И все это Было у него Очень Так сказать Такое состояние На земле Он лежал Не спал Не ел И Писание говорит Что вот Первое что он сделал Он встал с земли Знаете Я вот думал Каким образом Это мне Ко мне это относится Вот когда Хочу Богу поклониться Когда мы хотим поклониться Ну вот Вы мне подскажите Вот Человеку нужно Прежде чем Поклониться Ему надо с земли встать Образ такой Иллюстрация Мы же понимаем Что Ветхий Завет Это Это такие картины Которые Как бы притчи такие Иллюстрация Картина Которая рисует Какие-то духовные Истины Вот мы видим Лежит человек на земле И вдруг он встает С земли Грязный такой весь Немытый Вот В пыли весь Вот образ Какой для нас Духовный Ну чтобы нам В практике В нашей жизни Применить Вот Ваши собр Как вы думаете Встал человек с земли Что это означает Переводим В духовный смысл Потому что Все что написано Написано нам Ну хорошо Ну он то понятно Что встал с земли Но я что не на земле валяюсь Вот Я вполне нормальный Чего мне вставать Как к мне это отнестись А Знаете Ладно я вам подскажу Я тоже не сразу сообразил Хотел Скипануть вот этот текст Ну в смысле Эту фразу Как пройти дальше Но потом понял Что нет Она важна Знаете Прежде чем Богу поклоняться Нужно оторваться От земли От этих всех Наших Забот Земных Которые нас Привязывают Мы прям там Лежим Прямо в этих всех Заботах Житейских Если от них Не оторваться То мы не сможем Поклоняться Богу Ну согласитесь со мной Вот допустим Начинаю Я начинаю например Молиться Я помню 4 года назад Или больше 5 Или 6 Я крышу ремонтировал У меня там старый дом Больше 100 лет Ему 110 Уже 112 в этом году И крыша там За 112 лет Она вообще Никогда не менялась Вот так наверх Ее владельцы Кто там жил Они просто наверх Ложили Ложили новую крышу И там такой слой Уже был 4-3 инча Толщиной Там всяких Она протекать Начала Ну и уже Ну когда она не текла То что ее менять Знаете как в Америке Я здесь Учусь как Вот в Америку Приехали И начинаем здесь Учиться жизни Американской Здесь же американцы Как Пока оно работает Никто ничего не ремонтирует Никто ничего не делает И не собирается делать Вот оно работает Я помню Сварщиком я работал У нас Вы не поверите Стояли такие Огромные Сварочные аппараты Вот такой вот Высоты они были Здоровенные Такие Сварочные аппараты Переменного тока Еще их Тесла Изобрел Сто с чем-то лет Тому назад Больше наверное И никто их Никогда не менял Я им говорил Слушайте Там приходили Эти электрики Я говорю Слушай Я вот работал Тогда и на Шипьярде Одновременно Говорю Шипьярд Полностью Новая аппаратура Вся Новые станки Новые такие Чемоданчик В руку берешь Такой сварочный аппарат Пошел и все А у вас Говорю Тут древняя А они мне Знаете что Говорили капиталисты Так оно же работает Зачем его менять Ну и все работает Я так вот потихоньку И научился Ну крыша не течет Чего ее менять И вот так вот жил Ну вот она начала протекать И надо было срочно менять Летом Осенью мы начали менять ее И Вы знаете вот Вот день так работаешь Вечером приходишь И хочешь так помолиться А в голове что Крыша в голове Больше ничего То есть вот все Я уже привязался к этой крыше Так надо то Надо все Надо это Ну и кому я молюсь Я Богу же не молюсь Понимаете Я не поклоняюсь Ему Не могу поклоняться Потому что Крыша Меня вот так вот Сносит мою крышу То есть вот она Полностью забирает Мое внимание Поэтому Библия учит нас Прежде чем Нам молиться Богу Нужно оторваться От земли Оторваться от земли От этой суеты земной Ну всех этих забот То есть чтобы Наше сердце Наши мысли Не были к этому Привязаны Вот давайте Прочитаем Луки 21 глава 34-36 стих Когда Христос Учил народ И учеников своих Что когда Будут приближаться Эти времена Его пришествия И кончины Как говорится Века Что надо делать И вот Его Инструкция Смотрите же за собою Чтобы сердца ваши Не отягощались Пьянством И То есть объедением И пьянством И заботами Житейскими И чтобы день Тут не постиг вас Внезапно Посмотрите Заботы житейские Вот они настолько Привязывают нас К этой земле Что прям Невозможно А то крышу менять Надо А то еще что-то То машина сломалась То мало ли что Вот этих забот Их вот так Как никуда не глянь Одни заботы И вот здесь Вот нужно научиться Я не знаю Это только Божья благодать может Дать нам это Оторваться От этой земли Как вот А Давиде сказано Что он встал С земли Вот оторвать Это же целое искусство Вот у тебя Куча всяких Дел Житейских Нерешенных А тебе Нужно Богу поклониться Для того чтобы поклониться Бог говорит Слушай Ты сердце свое Оторви от этой земли И приди ко мне Знаете Когда давно Лет наверное Семь тому назад У нас было Восемь Я уже сейчас точно не помню Давно это было У нас здесь было собрание Совместное с американской церковью Тургенпоинт Чорч И если вы помните Может быть И не сильно все помнят Но я запомнил В том собрании Была одна сестра Американка Она вышла И она рассказала Интересное видение Я буду его рассказывать А вы если вспомните То скажите Помахните рукой Что вы помните Она рассказала Такое интересное Сновидение Которое она видела Она говорит Я видела Сновидение Такое Что началось Восхищение Люди начали Восхищаться От земли И я Говорит Тоже Раз Восхищение Христос Такое Сияние Там Свет Облако И я Тоже Говорит От земли Восхищаюсь И поднялась Я говорит Фитов 10 Ну это по нашему 3 метра И потом Что-то держит Меня за ноги За обе ноги И не дает Мне дальше Подниматься Я думаю Да что такое Я же уже Господа Все встречаю Я говорит Так наклонилась Голову опустила Вниз И смотрю Мои ноги Они закованы В цепи И они привязаны К блокам бетонным И на земле Лежат такие Стоят такие Большущие Огромные Американские Вот эти блоки Которыми они Вот дороги Иной раз Видели наверное По обочине Ставят Чтобы Сделать такую Безопасную дорогу Вот такие огромные блоки Меня говорит И не одна цепь И не две А много Где-то 10 цепей От ног Где-то 5 справа И 5 с левой ноги И они привязаны И на каждом блоке Написано На этом бетонном Железобетонном блоке Написано К чему она привязана И написано Бизнес Работа Карьера Дом Там Машина И так далее То есть Ее сердце Она говорит Я понял Когда я проснулась Я понял Стала смотреть Анализировать Свою жизнь Вот как мы сегодня Говорим Испытывайте Самих себя Верили вы Куда наше сердце К чему оно привязано Вот оно было привязано Ко всему этому земному И она говорит Я не могла Оторваться от земли А восхищение было Но я не могла Потому что я Привязана к земле Вот всем этим Своим делам И проблемам И вы знаете Я вот это запомнил Я не помню Что там еще было В этом собрании Но я вот это Хорошо запомнил Что вот это видение Которое она рассказывала Это видение Как раз то Что Как сам принцип Что Если мы хотим Богу поглоняться Бог учит нас В своем слове Чтобы мы оторвались От этих всех Земных проблем И так и Христос учил Когда ты Хочешь мне помолиться То ты зайди В свою комнату Зайди То есть оторвись От всего этого земного Закрой двери Все Как бы Закрой Выйди из этого Окружения Суеты вот этой вот земной И всяких проблем Вот оставь их мне Помните Христос учил Молиться людей Молитва Отче наш А перед тем Как молитва Отче наш Прозвучала Он же говорил Что Отец Ваш небесный Знает Нужду вашу Что Прежде вашего прошения То есть прежде чем Ты начнешь что-то Богу рассказывать Про свою проблему Он уже все это знает Ему не надо Пересказывать Тысячу раз Вот господи У меня крыша там Протекает В доме Мне надо там Фанеру купить А фанера дорогая Вот я не знаю Что делать Да Бог все это давно знает Не в этом суть Суть другая Оторвись Это предостав Ему Написано Все ваши заботы Что надо сделать Тащи на себе Или как Все ваши заботы Возложите на него Ибо он печется о вас Речь идет О заботах Не о том Чтобы ничего не делать А о том Чтобы Не беспокоиться Не переживать Не быть привязанным Своим сердцем Чувствами своими И мыслями К вот этим всем Земным делам Хорошо друзья Я думаю Это понятна мысль Идем дальше Чтобы сердца ваши Не отяготились Заботными Житейскими Чтобы вы не были Привязаны К каким-то Земным проблемам Нерешенным Или даже решенным Вот Иногда Вот помню Кто-то рассказывал Такое Тоже такой случай Я наверное Слышали или нет Его То есть Один брат Построил такой Огромный шикарный дом Я не знаю Это было давно Уже тоже наверное Лет Наверное во время кризиса Когда был Экономический кризис Построил огромный Шикарный дом Ну верующий брат Наш Славянин какой-то И братья там Устанавливали У него перила В этом доме А у него такой огромный Больше Ну тут Семь тысяч сквер Будет в этом Помещении Я не знаю Я не сильно Разбираюсь У него огромный Семь тысяч сквер И вот он ходит В этом доме И говорит Братья Хотя бы Христос Не пришел Вот в это время Чтобы мне Пожить хотя бы В моем доме То есть посмотрите Человек построил дом Шикарный дом построил Там все красиво Все как он мечтал Вот А в небо Ему не хочется Нисколько Христа встречать Ему не нужно Ему все хочется Вот в этом доме Пожить Привязалось его сердце Понимаешь Понимаете Вот так вот человек Может привязаться К чему угодно И сказать Господи Ты там еще Не решай Подожди Дай мне еще Пожить здесь И насладиться Моим домом Я тут еще Свои дела Не решил Потом Что там еще Землю купил Дом Не докончил Строить Валы Еще просим Машина новая Раньше были валы Сейчас Мерседес Купил новый Мерседес А еще не ездил на нем А ты уже Господи Собираешься Прийти Да куда ж Такое годится А зачем же Я тогда Так работал На четырех работах И покупал Этот Мерседес Ну друзья мои Так что я думаю Эта мысль понятна Чтобы мы не привязаны Были к земле И вот тут Целое искусство Как это сделать Только Дух Святой Может помочь нам Потому что мы Мы люди Мы же и в теле И живем На этой земле Нам и то И другое нужно Нам все это нужно Все эти Машины И дома И дела разные И бизнес И работа И учеба И все что хочешь Потому что мы На земле живем Мы же уже не живем Еще на небе И вот здесь Целое искусство Как жить на земле И не быть привязанным К этому всему земному Это по-человечески Невозможно Я вот думал И думаю Ну никак не получается Человек слабый Он не способен Это сделать сам И вот здесь друзья Здесь есть Божья благодать Которая Она нам дана Мы постоянно Провозглашаем Что Любовь Бога Отца Благодать Иисуса Христа И общение Духа Святого Со всеми нами Вот эта благодать Она поможет нам Совершить это И сделать Второе Что он сделал Переходим дальше К нашему тексту Что он сделал Он Написано И он умылся То есть он Встал с земли И умылся Понятное дело Что логический человек Что лежал Грязный был Весь в грязи Весь в копоти Там земной И ему нужно было Встать Отряхнуть это все И обязательно умыться В оригинале Здесь не просто Он лицо умыл Он пошел Весь омылся Он снял С себя Вот эти Свои старые Грязные Вот эти Одежды Запыленные Сбросил их И просто принял Как мы говорим Шаур Принял душ Омылся Хорошо Купался Он искупался Хорошенько И для нас Это тоже Очень важно Что прежде чем Мы начинаем Богу поклоняться Помолиться Ему По-настоящему Нам нужно Омыться Нам нужно Быть чистым Чтобы наше Сердце было Чистое Чтобы мы Омыли Кровью Свои сердца Кровью Христа И вот как Здесь Ефесянам В пятой Главе В двадцать шестом Стихе В двадцать седьмом В двадцать седьмой Двадцать седьмой Стихи здесь описано Об этом очищении Что Христос Чтобы осветить Церковь Очистил ее Баней водную Посредством слова Чтобы представить Ее себе Славную церковью Не имеющую Пятна Или порока Или чего-либо Подобного Но чтобы она Была свята И непорочна И вот друзья мои Второй вот такой шаг Очень важный Такой для нас Это нам необходимо Обязательно Омыться Вот это Мы от земли Тогда с земного Оторвались Но это еще не все Это только начало Второе Надо омыться Хорошо Чтобы мы были Абсолютно уверены И убеждены Что наша Что наша Совесть чиста Что она омыта Кровью Христа По слову Божьему И для этого Нам нужно Исповедание Веры нашей Я сердцем верую А устами Что делаю Исповедую Что Вот это и есть Наше омовение Что когда мы Мы сердцем Мы берем Сердцем Берем вот это Слово Божие А устами своими Омываемся Омываем свое Своё естество Вот это то Что сделал он И вы знаете Вот И обычно мы все Когда шаур принимаем Но мы же используем Прежде всего Наши руки Мы же не стоим Вот так вот Руки за спину И просто греемся Ну иногда греемся Когда замерзаем А в основном Чтобы омыть Вся эту грязь Себя Мочалку такую И начинаем Вот Хорошенько себя омывать Особенно Если вот Копался где-то В какой-то грязи Руки грязные Там в мазуте В машине То там Мочалку такую Мыло тереть Начинаем Всё это Хорошенько омываешься Очищаешься И потом Только уже дальше Продолжаешь Что-то делать То же самое Здесь мы видим Что Давида мылся Что для нас Очень важно Тоже Если Сердцем нашим Мы Как написано В описании Сердцем веруем С нами Исповедуя Что спасёшься Если мы признаём Свои грехи Как и пишет Иоанн Что если Мы признаём Сознаём Что мы вот В том-то и в том-то Не правы Сознаём это всё И потом Исповедуем Пред Господом То написано Он будучи верен И праведен Очистит нас От всякой неправды И сделает нас чистыми Ну я думаю Это понятно Мы всё это Не один раз говорили Мы это всё знаем Следующий Такой степ Как вот он Здесь сделал Последовательная Такая Что он Помазался Смотрите Как здесь написано Он умылся И помазался Имеется ввиду Елея Кстати Чтобы не забыть Вы знаете Вот Вы когда Вы ходите В магазин И покупаете Всякие крема Особенно Сёстры любят Всякие крема Покупать И потом там Намазывать Вот Лицо Своё Руки Друзья Есть одно Правило Которое Я как-то Прочитал Давно уже Если Этот крем Или масло Которое Вы покупаете Нельзя его Принять Вовнутрь Его нельзя Ни в коем случае Наносить Наружу На руки Там или на На шею Или на лицо То есть Можно наносить Только то На руки На тело Своё Которое Можно проглотить Которое Можно съесть Вот Это же весь Простой Принцип Вы приходите В магазин Читаете Там столько Химии Всякой Гадости В этом Креме Попробуйте Его на язык Вот Если оно Несъедобное Нечего Его покупать Купите Обыкновенное Масло Вот Оливковое Или Сейчас вот Стали Продавать Как оно Называется Виноградное Вот это Масло Да Как оно Называется Как Как виноградное Масло Называется Грейп Грейп Оно Очень Оно Очень тонкое Такое Я сам Вот его Одно время Использовал Сейчас уже Закончилось Так Оно Знаете Оно Быстро Впитывается В тело Моментально Вот Помазали Вот так Вот руки И оно Очень полезное Там очень Витаминов Много И всего Прочего И кожа Становится Такая Мягкая Шелковистая То есть Поэтому Вот так Это чисто Как бы Немножко Отходим От темы Но Само Понятие Что Никто Не мазался Всякой Химией И гадостью Разной Которую Они сейчас Продают В магазине Химической Натуральное Масло Было Оливковое Свежее То есть Он пришел И помазался Умылся Потом Когда его Тело Чистое Было Ну Логично Все Последовательно Он Помазал Себя Голову Свою Шею Руки Ноги Он все Вымазался Себе В масло И тогда После Только этого Он надел Одежду Так вот Друзья Мои Логично Вот что Что невозможно Быть Помазанным Духом Святым Пока мы Не очистимся Вот я Мысль Какую Хотел Сказать То есть Вот все Люди Хотят Дух Святой Сойди Дух Святой Наполни Дух Святой Сойдет Когда Сердце Будет Чисто Когда Оно Будет Омыто Кровью Христа И Словом Господнем Тогда Приходит Помазание Духа Святого А до тех пор Пока Человек Грязный Весь Недовольный Ропота У него Полно Обиды Там Всякая Непрощение Грехов Куча Разных И он Помазание Ищет Ну как Дух Святой Вот это Свежее Еле И масло На вот эту Грязь Ну представьте У меня Руки Такие Я в машине Там Ковырялся Они Вот так Вот Получи толщиной Мазуты Там С грязью И теперь Я приду И буду маслом Оливковым Мазать Ну как Оно Будет Работать Или нет А что Будет Выглядеть Это Вообще Будет Страшно Смотреть На мои Жирные Такие Руки Ничего С ними Не Сделаешь То есть Руки Ничего Не смогут Работать Поэтому Очень Простое Правило Омылся Человек Очистился Потом Помазался Приходит Помазание Духа Святого Духа Смотрите Как об этом Написал Иоанн И послание Ефесянам 1 Иоанна 2.20 Впрочем Вы имеете Помазание Святого И знаете Все Потому как Люди Были чисты Сердцем Помазаны Духом Святым И вот Павел Апостол Послания Ефесянам В 5 главе Он пишет Как Помазываться Духом Святым Как Вот Наполниться Святым Духом И вот Смотрите Как он Простую Инструкцию Дает Не Упивайтесь Вином От которого Бывает Распутство То есть Это Первое Что Человек Должен Быть Всегда Трезвый Никаких Наркотиков Никакого Пьянства Никакого Алкоголя Чтобы Вот так Повело Его Напился И он Ходит Ай Как Хорошо Ничего Ни грамма И потом Смотрите Дальше Что Упивайтесь Вином Но Исполняйтесь Духом Назедая Самих Себя И здесь Перечисляется Как Это Делается Как Чтобы Быть Помазанным Духом Святым Назедайте Самих Себя Исполняйтесь Духом И потом Вот этот В русском Языке Четко Это Говорится Назедая И так Далее Это Говорится Как Это Делается Как Исполняться Духом Назедая Самих Себя Псалмами И Словословиями и песнопениями духовными. В оригинале написано также, говоря самим себе, вот это назидая, человек сам себе говорит, сам с собой разговаривает. То есть он берет как слово Божие и сам себе говорит, что ты чадо Божие, ну, например, ты, Павел, послушай сюда, ты чадо Божие, тебе не свойственно вот это всякие пьянства, алкоголи и всякая прочая ерунда, наркотики, курение, вот, ты куришь, воскуряешь совсем другое, ты воскуряешь фимиаму Господу. Знаете это, братья и сестры, что мы, оказывается, христиане, это все курильщики по-настоящему. Почему? Потому что они воскуряют фимиам. Я одному помню, уже рассказывал, наверное, мы когда-то в Москве были, на перроне там стояли, ждали электричку, идет мужик такой, говорит, дайте закурить. Я понял, что он табак просит. Я говорю, слушай, у нас то, что ты куришь, табака ты же ищешь, да, а мы такую ерунду давно уже не курим. А он говорит, а что вы курите тогда? Я ему говорю, мы воскуряем фимиам, а что это такое? И завелась беседа с ним, начали ему рассказывать, что такое курить фимиам, ну, так написано, воскурять, воскурять это же курить, ну, пускать дым. А он говорит, а что это такое? Ну, стали ему объяснять, что это молитва. Богу, что, вот, да предстанет молитва моя, как фимиам пред тобой, помните? Вот. Ну, и он говорит, я ему говорю, хочешь мы с тобой вместе сейчас покурим? Вы смеетесь, вот. А мы прямо так, я ему и говорю, говорю, потому что, ну, как вот с человеком неверующим, как с ним разговаривать? На его же языке. Вот. Я ему говорю, слушай, сейчас мы покурим, и тебе будет нормально, ты же вот без курения жить не можешь. Он говорит, ну, да. А мы, я говорю, сейчас покурим, и ты успокоишься. И прямо на перроне стали вместе с ним воскурять фимиам, то есть молиться, положили на него руки, помолились с ним хорошо, Господи, благослови это. Я не знаю, что с ним дальше случилось, но верю, что он запомнил, что курить надо фимиам, то есть молиться. То есть, вот так вот, друзья, мы как вот здесь написано, это когда же, ну, так написано в Слове Божие, говоря самим себе, псалом, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, поминуя друг другу в страхе Божьем. Посмотрите, вот как человек исполняется Святым Духом. Как? Он приводит свое сердце в порядок, то есть он кается в своих грехах и начинает сам себе говорить, Господи, вот, помажь мне, благослови меня, чтобы мое сердце пело, воспевало тебе, я оторвался от этого всего земного, пою, воспеваю и благодарю за все, или во всем в оригинале, во всех обстоятельствах благодарю тебя, Господи. И также признаю моих братьев и сестер, потому что дальше написано, в страхе Божием подчиняясь друг другу. Вот, допустим, ну, вот, если муж молится, то ему нужно подчиниться жене. Жена ему сказала так, залезь на крышу и почистить гаторсы, а он говорит, а, мне надо там ехать по работе. Ну, написано, подчиняясь друг другу, поэтому, ну, что, надо лезть на крышу, вот, и чистить гаторсы, потому что жена права в этом случае. Потому что так написано, повинует, посмотрите, друг другу в страхе Божьем. А знаете, что такое страх Божий? Ну, ну, как бы признаки страха Божьего, не то чтобы страха. Что такое признаки страха Божьего? Ну, какие вы знаете? Ну, вот, как знать, вот я, вот у меня есть страх Божий или у вас? Ну, ну, смотрите, вот написано в Писании, что страх Господен ведет к жизни, и дальше что сказано? Кто помнит? Ну, начало мудрости, ну, мудрость-то в чем проявляется? Это же философское понятие, мудрость. Что такое мудрость? Это целая философия в греческом языке. А там объясняется на практике, что это такое. Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, дальше что? Кто помнит? И кто имеет страх Божий, всегда, дальше что? Ну, подсказываю. Будет доволен, и зло не коснется его. Вот что такое страх Божий. Признак, вернее, его. Это когда человек доволен. Жена ему сказала так, ныряй быстро на крышу, чисти гаторсы, потому что замерзнет сейчас мороз, вот, все. И все, и он ест сэр, ест мэм, и вперед, и все выполняет, и делает, потому что так написано, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Посмотрите, он не спорит, он не ругается, там, не доказывает ничего, он делает, он подчиняет, посмотрите, не мужу, то есть не жена подчиняется мужу, как мы иногда думаем, только, а друг другу подчиняется. И вы знаете, это очень интересно, что вот, это относится прежде всего к семье, потому что как, вот, и в церкви то же самое, ну и вообще в отношениях, что прислушиваться друг к другу, и это, и это становится чем? Это становится открытое сердце, становится пред Господом, чтобы Дух Святой сошел и помазал, наполнил человека. Потому что когда человек такой прямый, начинает спорить, что-то доказывать, да я не буду, кто ты такая? Я помню, пришлось когда-то давно, муж с женой спорили, ну и пошли мы, значит, их примерять. И вот он, Библию только я не знаю, вот написано, жена повинуется мужу своему, все, больше я ничего не знаю. А она ему говорит, так вот я тебе буду повиноваться, если ты будешь меня любить, как Христос. И вот они спорят между собой, вот ты меня же не любишь, как Христос, все, я тебе буду повиноваться. Вот ты сначала стань, как Христос, так написано, вот, тогда я тебе буду повиноваться во всем. А то ты хочешь, чтобы я повиновался, а ты сам живешь непонятно как. Ну и так далее. Так вы и не смогли их примирить. Вот, и пошли воскурять фимиам. Ну а что остается делать, когда человек, ну не исполняется человек духом и подчиняться он не сможет. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Не повинуешься в страхе Божьем, нет удовольствия. Все. И никого помазания тебе не видать. Хорошо, друзья, дальше идем. И потом он, написано, переменил свои одежды. И вот теперь очень важно переменить свои одежды. Что это такое? Это одеться вот в праведность Христа. Что да, вот теперь, когда я чистый, когда я омытый от всех грехов своих, когда я помазанный святым духом, сердце мое довольна, вот, оно не ропчет, оно вот в страхе Божьем. Тогда, понятное дело, что можно принять, надеть на себя одежды праведности Христовой. И давайте вспомним, что существует две праведности. В Библии описывается две праведности. Ну, одна праведность была какая? Кто помнит? Мы об этом уже давно говорили. Давайте напомним. Какая праведность? Есть праведность какая? От закона, от дел наших человеческих. И кто написано, кто делает вот это, имеет вот эти дела, тот будет вот от дел своих жить. А есть другая праведность, которая пришла через Христа, которая даром дается человеку. Кстати, апостол Павел в послании филиппийцам, он это про себя рассказывает и свидетельствует, что я по закону был праведный и непорочный. То есть, он был такой человек, который тщательно соблюдал все предписания закона Моисеева, плюс все предписания фарисейского учения. Все. Какие только они там предписывали, делали. Ну, все это делал. Но он говорит, это для меня было преимущество. Я и то, и другое, и третье. Я и еврей из колена Вениаминова. Я и фарисей по учению и по правде законной. Он говорит, по этой праведности, по закону я был непорочным. Человек тщательно соблюдал. Но это было преимущество, и я от этого отказался. Чтобы приобресть Христа, приобресть его праведность, явиться перед ним не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью, которая по вере во Христа Иисуса. Ну, и понятно, что если Бог дает нам свою одежду, то она будет безупречна и идеальна, если даже чисто сравнивать с одеянием. Или наша одежда, она, знаете, как похожа. Ну, хороший есть образ библейский. Когда Адам с Евой согрешили, впустили от этого плода, то они что первым делом сделали? Увидели, что они наги, и что они сделали? Быстро начали себе шить одежду. Слушай, надо быстро что-то слепить. И они слепили себе смоковных листьев. Ну, видимо, большие такие были листья. Как-то их там сплели, чем-то связали, опоясались, и ходят себе в смоковных листьях. Вот наша праведность. И Господь, когда посмотрел на это все, помните, что Он им сделал? И сделал им, Господь, кожаные одежды. Господь посмотрел на это все, и их вот это такое вот одеяние такое вообще никуда не угодно. Он ногу поднял, и все светится, все видно. И Он сделал им хорошее, нормальное одеяние. Я думаю, вот это то, что мы сейчас носим, рукава там, вот это все, это Господь, выкроет это все его было. Понимаете? Вот это точно так и наша праведность. Когда мы пред Господом представляем нашу праведность, то вот это смоковные листья, больше ничего. Вот прикрылся там, там, вот я тут. Ну, каждый листик – это дело какое-то. Я и тут вот, я и пащусь, я и молюсь, я и даю денег кучу, вот не жалею. Это все смоковные листья, они все это висят, и все это видно. Все. Ветер дунул, Дух Святой как дунет, так все, вот, все видно насквозь. Понимаете? Вот. Ну, так что я рассказываю, говорю, ну, вы не воображайте, то есть не надо представлять, потому что другой раз вот люди начинают на меня ругать. Я говорю, вы же воображение не включайте, потому что вы включаете воображение и начинаете уже представлять и видеть, вот, все. Я просто так рассказываю, чтобы понятно было, достаточно понятно, что есть праведности, две праведности, и праведность символизирует одежду человека в Библии, она, одеяние его. И поэтому Господь дает нам свое одеяние, с которой мы можем к нему предстать и сказать, Господи, я вот прихожу к Тебе не на основании своей праведности, своих дел, а я прихожу к Тебе на основании жертвы Христа, праведности по вере во Христа Иисусе. И это идеальные одежды, которые Господь принимает, точно так, как Он дал это Адаму с Евой. И потом, друзья мои, написано, он пошел в Дом Божий, последняя мысль, мы сейчас с вами помолимся, он пошел в Дом Божий и там молился, или в оригинале поклонился. А вы знаете, вот Христос говорит, ты же, когда молишься, войди в тайную твою комнату и помолись Богу твоему, и Господь, видящий тайный, возраст тебе и я. То есть вот Он пошел в эту скиню и там помолился. Как вы думаете, вот что такое тайная комната? Вот очень часто иногда слышно, слышно такое выражение, проповедники часто говорят, вот в тайную комнату надо, чтобы все ходили. И вот ты думаешь, а где-то так тайная комната, где ее найти? Вот. У вас вообще есть тайная комната, братец? Есть? Есть. А где она находится у вас? В машине? Там еще где-то. Одна сестра, помню, рассказывала, что она в какой-то чулан, залезала в чулан в доме, ну, такой шкафчик, и там Бог умолился. Вы знаете, а я когда посмотрел, все думал, что такое вообще тайная комната? Вообще о чем идет речь? Что такое Христос сказал? Ты войди в свою комнату. Знаете, если вы можете сами посмотреть в оригинале, что такое тайная комната? Тайная комната называется «Войди во внутреннюю часть храма твоего». Там идет речь о храме. А что такое храм? А ну-ка, давайте размышлять. Человек сам и есть храм. То есть тела наши, суть храма Святого Духа, живущего в нас. И душа наша, и дух наш, это все части храма Божьего. Мы сами и есть храм. То есть что Христос хотел сказать? Вот ты тут не рисуйся пред людьми, а ты спрячься подальше от людей. Войди в глубины своего естества, то есть закройся от этого всего мира, то, что мы уже сначала говорили, и Богу помолись в тайне. Помолись даже, может быть, мысленно. Никто не будет знать, о чем ты молился. И даже телефон не… Знаете, что все телефоны сейчас, они же на прослушке стоят. Вы знаете это все? Не нового всего открыл. Это называется tracking device. Куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни поехал, все пишется, и все складывается в архиве. И когда надо сказать, где ты был, Павел, вот такого-то числа, такое-то время, кнопку нажали, и на экране все выскакивает. Весь свой маршрут куда-то ехал. Это вот, нам такие дали фокусы. Вот. И мы еще за ней деньги платим. Тракинг девайс называется. Понимаю. Все пишется, все фиксируется, где был, где ходил, где… Смотрите, сколько шагов сделал. Это же придумали же. Это же надо. Вот придумали. Как он вообще считает, куда он знает, сколько шагов делает? Все посчитал, что ты сегодня прошел там 500 шагов. Мало ходишь, ходи больше. А сегодня ты прошел больше. Слушай, думаю, вот придумали капиталисты. Все же это для того, чтобы фиксировать все и все сделать такой… Отслеживать. Тракинг девайс, это по-русски как переводится? Отслеживать тебя. Понимаю? Где ты ходишь, чем ты занимаешься. Так вот, друзья мои, так вот, наш Господь, Он сказал, ты вот зайди в свою тайную комнату и помолись отцу твоему, и отец твой, видя тайны, воздаст тебе явно. Поэтому нам не надо никуда особенно ходить, даже наша комната всегда с нами. И мы можем в любом месте, зашел в магазин, глаз прикрыл один, а можешь и не прикрывать, и можешь мысленно, стоя в очереди, молиться Господу внутри, в мыслях своих. Помолился Господи, благодарю тебя, что вот у нас магазины работают, бомбы не летают. Классно так все. Тихо, спокойно на улицах, никто не стреляет, ракеты эти космические не летают. Вот. С надписью. Вам конец всем пришла. Все нормально, тихо, спокойно. Мы помолились Богу, или там, что у нас на сердце есть, поблагодарили Его. Пошли дальше. В машину сел тоже. Раз тебя так... Я всех вот уже последнее время учусь, и уже почти что научился. Раз так, обгоняет, прямо вот так вот два сантиметра от капота какой-нибудь на мотоцикле. И скорость такая сумасшедшая, тысячу километров в час. Думаю, Господи. Я его сразу благословляю, потому что я, мой брат, на мотоцикле ездил и разбился. Так пролетел 20 метров в высоту, перелетел через дорогу. Там еще в Союзе, на Яве. Решил покататься на Яве и дал газу, и все. И я за всех мотоциклистов, как только подрезает, да и вообще, смотрю, гонит. Я за всех молюсь, Господи, помилуй этого человека. Я не знаю, там кто, женщина, мужчина там за рулем, там в шлеме не видно. Благослови, помилуй, сохрани ему жизнь, чтобы он не выполнил никакой аварию, потому что там малейшее движение, они такие огромные, скорость, человек смертный. Подрезали, благослови, помолись за человека, пусть он едет к себе. За всех теперь молюсь на дороге. Классно так. Знаете, едешь, и у тебя возможности целый день, вот едешь час, целый день можешь молиться, целый час. И вообще, Писание говорит, всегда радуйтесь, и сколько молиться надо? Непрестанно молитесь. То есть, это все, что ты не видишь. Знаете, я вот что-то так подумал одно время, что, знаете, когда-то смеялись у нас в армии с узбеком. Говорит, там у нас были узбеки, из них ребята смеялись. Говорит, вы же, говорит, узбеки, как вы поете? Одна палка, два струна, и вы, говорит, все, что вот видите, то и поете. Вот птичка летит, ой, хорошо. Он воробей полетел, а он коза там идет, пасется. То есть, человек пел то, что он видел, так смеялись мы с них. А я потом со временем подумал, так это же нормально, вот благодарить Бога за все, что ты видишь. Вообще, видел воробья, поблагодарил Бога, что воробьи еще летают, там, или вороны. А знаете, когда птицы летают над поверхностью земли, там, прилетают, калибри у нас вот летает, живет здесь, в Портланде, так это знаете, о чем говорит, когда птицы живые и летают? Кто знает, что это говорит? Что это чистый, более-менее чистый, нормальный воздух, дышать можно. Птицы, если летают, значит, радиации нет, потому что, когда мощная радиация, какое-то облучение, они все падают. Когда-то в Аризоне, там стояли какие-то, у них стоят вот эти антенны, вот эти огромные, которые, ну, этот щит, они же сделали здесь щит, как он называется, такой, закрывая от неба. И этот щит, это же излучение, очень мощное излучение, идет это, как оно, высокочастотное. Так птицы летели, целая стая птиц летела, и жареные все падали на землю. Мы это писали в газетах, никто не мог знать, что это такое. А это просто, не эксперименты, они, как это называется, ну, тренировались, и были у них такая практика, тренинг, как вот включать этот щит, чтобы он защищал, вот, и создавалось такое мощное электромагнитное поле над определенной территорией при помощи этих антенн. В это время птицы, даже они не знают, что они там эксперимент какой-то там делают и испытывают свою, эту технику. Они летели на целая стая, и все жареные упали на землю. То есть обгоревшие полностью, потому что настолько мощное было излучение там в воздухе. Так вот, вы смотрите, птицы не падают жареные, вот, значит, нормально, нас еще никто не облучает. Слава Богу, все нормально, поблагодарили Бога, пошли дальше. Поэтому, друзья, я повторю, и мы помолимся с вами. Итак, как приготовиться к молитве поклонения? Молитва, так сказать, смелая молитва. То есть, Давид встал из земли, оторвался от земных дел, то есть он умылся, омылся водой, очистил свое сердце, осветился, через слово, через кровь Христа помазался Ильеем, то есть благодарил Господа, пел и воспевался в своем сердце, был послушен, потом переменил свои одежды, снял свою человеческую одежду, оделся в праведность Христа и пошел, помолился Господу. Поэтому давайте мы встанем и тоже так попрактикуем. Пусть Господь благословит. Все, что есть во мне, Господь, Тебя благословит. Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе, забрал меня из темноты, Ты в свой чудесный...